Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я так больше не могу, у меня 32 года, у меня не было интимных отношений. Ну, совершенно очевидно, что вы сейчас находится в аффекте, в состоянии аффекта, вам этот аффект нужно проявить. У меня было очередание неудачных попыток устроить свою личную жизнь, были свидания, но если были неудачные попытки, нужно их проанализировать, чтобы видеть, что именно вы сделали не так. Недавно я была у врача, мне поставили диагноз, говорят, что надо сделать операцию, потом садиться на гормональные таблетки, вот, и дальше, значит, там, работать еще по этому направлению. Вот, я в слезах вылетел из кабинета врача, то есть вас это как-то задело, да, очевидно, вот, проблема того, что не складываются личные отношения, вот, и проблема физического, медицинского характера, они как-то слились у вас воедино. Ну, с точки зрения психологии, я бы сказал, что вы как-то запрещаете, как будто бы себе быть женщиной, боитесь близких отношений, да, боитесь сближения. Вот, из чего можно сделать вывод, что у вас слабые личные границы, вот, с этим можно просто поработать, будете сближаться, и, собственно, все будет хорошо. Дальше, неужели мне теперь мучиться, чуть ли не до конца жизни, ну, вот, тут я, честно говоря, не знаю, потому что вы сами пишите, что на полгода у вас постреабилитационный период, ну, вот, как бы, почему всю жизнь, не совсем ясно, вот, я живу в постоянном стрессе, работа не радует, ну, опять же, стресс возникает из-за чего, да, да, у вас? Ну, надо посмотреть на его причины, на его основания, как он образовывается у вас, стресс, вот. Вы пишите, что не радует работа, а как вы пришли к такой работе, вот, я хочу ходить на работу, чтобы у меня была радость в жизни, ну, радость в жизни не обязательно зависит от работы, ну, вот, но если мы говорим о работе, то, наверное, это, ну, нужно что-то, что вам нравилось, или если нет возможности реализовать это в работе, то, ну, в друге, в хобби, вот. Я хочу выходные, значит, выходные проводить время с своим молодым человеком или мужем, выезжать на природу, а не сидеть на работе, любопытывать съемные квартиры, слушая, как соседи праздного праздника. Ну, я понимаю, что вы хотите, но очевидно, что вам раньше что-то мешало, да, и проблема, она не стала больше от того, что у вас, значит, что-то нашли, и она не стала меньше, поэтому ничего не изменилось в этом плане, у вас как не получалось, так и не получается. Нужно решать этот вопрос, и все получится, вот. Плюс вы сравниваетесь как-то с себя с другими людьми, с соседями, то есть, вот история, как мне кажется, не про дочь его вы хотите, а про дочь его чувствует себя неполноценнее на фоне других, это немножко другая проблема. Как мне со всем этим справиться? Справляться ни с чем не нужно, а проживать чувства и разбираться в себе, вот что нужно делать, какие есть варианты психотерапии, да, самые разные, да, начиная от арт-терапии и играх, а заканчивая ортодоксальным психоанализм, если у вас кто-то спросит. Опять же, смотрите, смотрите экспертов, смотрите, кто в каком направлении работает, пробуйте и все. Плюс эти постоянные унижения врачей, потому что из-за особенностей возникают трудности с осмотром. Ну, опять же, это больше история про восприятие вас, то есть, это история про ду, как вы вот сами к себе от нас. Вот. Как-то так. Я думаю, что сейчас вам нужно, наверное, возможность выразить выплеснуть свои чувства, прожить их, а дальше уже нужно будет смотреть и разбираться, когда аффективный тонус немножечко понизится у вас. На этом все. Всего вам самого доброго. Выбирайте эксперта и начинайте работу.